150 тысяч километров пути, более 30 экспедиций за три с половиной года съемок, тысячи метров от снятой пленки. Работа в экстремальных условиях, от полярных пустынь до соляных озер, тяжелейшее испытание для людей и техники. Фото- и кинопроект «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века. Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино, а поезд – его основным героем. Октябрьская железная дорога, по которой сегодня путешествует наш поезд, объединила множество городов и станций нашего северо-запада, простираясь от центра Москвы до Мурманского заполярья. Здесь практически каждая ветка играла свою немаловажную роль в истории. А пути проложены среди ландшафтов, от которых и у бывалых людей захватывает дух. Сегодня маршрут проекта продлится от самой восточной до самой западной части Карелии – от Белого до Балтийского моря. Мы пройдем путями поморов и схимников, осваивавших русский север, увидим одну из самых элегантных русских крепостных построек и побываем на настоящем поле брани эпохи Средневековья. Мы подъезжаем к месту со странным названием Ким, известному всем по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Кемская область – это здесь. Отсюда мы собираемся переброситься на Соловецкий архипелаг. Вот в мои прежние времена, я тоже много бывал на Соловках, и сообщение между Кимию и Соловками было очень трудным, хотя расстояние маленькое, всего 40-50 километров. Но административно Соловки принадлежат Архангельской области. И в то время найти транспорт из Кими до Соловков, то есть из Карелии в Архангельскую область, было очень трудно. Вот посмотрим, удастся ли нам теперь преодолеть эти 40 заветных километров моря. В Кими мы опять покидаем наш поезд и пересаживаемся на корабль. Теплоход этот ходит между Архипелагом и Большой Землей уже несколько десятков лет. Борта его поскрипывают при особо сильной качке. Но туристы и богомольцы, которых обычно возят на Соловки, народ невозмутимый и бесстрашный. На лицах окружающих нас людей ни малейшего волнения. А самые стойкие еще и устраивают песнопения, перекрывая крепкий порывистый ветер и крики чаек. Качка закончилась лишь тогда, когда наш теплоход вошел в бухту Благословения, воды которой доходят до самых стен монастыря. В какой-то момент среди безжизненных островов вдруг открывается невероятный исторический вид. И удивительно элегантная набережная из тесаного местного камня с литыми чугунными столбами, стоящими на таких мощных костылях, вбитых в камень и с весьма древними перилами. Вообще, Соловецкий монастырь и все, что вокруг, помимо значимости исторической и культурной, еще и удивительно элегантное место. Как и во многих русских обителях, расположенных на важных стратегических направлениях, помимо святой братьей, в пределах размещался и гарнизон с артиллерией. Бастионы Соловецкого монастыря знали немало осад и бомбардировок. Они и сейчас выглядят мощно и грозно. Шедевр военной архитектуры, башня Соловецкого монастыря, потрясающая кирпично-волунная кладка, удивительная геометрия стен и общая геометрия сооружения. Вообще, это доставляет не меньшее удовольствие, чем, например, смотреть на очертания военного корабля. Монастырь так и остался неприступной твердыней. Шестиметровые валуны в основании стен отражали вражеские ядра и снаряды, без видимых повреждений. В мирные периоды монахи старательно обустраивали внутреннюю жизнь обители, доводя монастырский быт до совершенства. Удивительно, что многие технические новшества первыми в России оказались именно на Соловках. О, мое любимое место. Монастырская мельница. Вот тут остались очень внушительные жернова. Они лежат. А рядом прачечная, или по-монастырски говоря, портомойная. А прелесть истории Соловецкого монастыря и вообще жизни здесь в том, что, конечно, это была история робинзонов. Монахи были робинзонами. На протяжении пяти веков они непрерывно совершенствовали свою жизнь вот на этом изолированном архипелаге. И поэтому здесь все были придуманы службы замечательные, удивительные, механизированные, разные механизмы, устройства. Вот это вот портомойная здесь была, банно-прачечный комплекс. Здесь мельница с гидроприводом. Там вот остатки лежат удивительного водопровода из лиственниц мореных сделанного. И тут же рядом, ну, так сложилось, вход в страшное Соловецкое подземелье. Это каменные мешки Соловецкого монастыря. Те самые страшные камеры без окон и дверей, где десятилетиями, десятилетиями сидели в заточении узники. В конце 18 века опасность нашествий и набегов с севера уменьшилась. Именно в ту эпоху крепостные казематы и тайные подземные келии стали впервые использовать как место заточения особо опасных бунтовщиков и смутьянов. И выхода отсюда не было. Вот так же навечно был сюда сослан последний кашевой атаман Запорожской сечи Петр Кальнишевский. Посажен в этот каменный мешок по указу Екатерины. В 1775 году Петру Кальнишевскому было 86 лет, когда он попал сюда, в каменный мешок Соловецкой тюрьмы. Он отсидел здесь много лет, потом его перевели в другую тюрьму в монастыре. И общим счетом он провел в заточении в монастыре 24 года. И он не умер, находясь в тюрьме. Он был освобожден по именному указу Александра, императора, и изъявил желание остаться на острове. Ему было 110 лет. И умер он на 112 году жизни свободным человеком и похоронен здесь, в Соловецком пантеоне. Вот такая удивительная судьба. Соловецком пантеоне. По условиям проекта на изучение Соловков у нас всего один световой день. Сделав портреты удивительного монастыря, мы отправляемся в путешествие по Соловецкому архипелагу. На картах здесь обозначена старая монастырская дорога. По ней, хоть и не без труда, можно проехать ко всем знаковым местам большого Соловецкого камня. По дороге на Секирную гору мы нашли очень интересный исторический документ. Зачитываю. На Чудову гору вход в женскому полу возбранен. По тому случаю, когда преподобный Саватий и Герман жили на сём месте. Ну, вкратце история такова, что когда основатели монастыря жили на этой горе, то под ней жили рыбаки. Очень они обижали старцев и оскорбляли их. И явились ангелы, два святозарных юноша, высекли их жен, и рыбакам пришлось уйти. Ну, а старцы остались. Но с тех пор женский пол не бывает на этой горе по таинственному страху. Написано на этой плите в 1857 году. То есть женщины до последнего времени действительно опасались подниматься на Секирную гору. Гора Секирная – высшая точка Большого Соловецкого острова. Её венчает очень характерная для поморов церковь-маяк, к которому мы сейчас и поднимаемся. С макушки этого ледникового холма открывается невероятный вид на окрестные озёра и дальние заливы Беломорья. Путешествуя от берегов Белого моря на запад, почти по южной границе Карелии, мы вновь оказываемся на исторической Мурманской дороге. Она была построена ещё в начале 20-го века. Магистраль опоясала Колу и Карелию почти со всех сторон света. И теперь от морского побережья экспедиция проекта России из окна поезда совместно с генеральным партнёром ОАО «РЖД» будет продвигаться вглубь материка. Удивительно, но воды за окном не становится меньше. Вот это надо снимать. Вот это надо снимать. Какое-то озеро. Проходим. У нас было много озёр в этой поездке. Но я снимаю не из-за озера, а из-за удачного освещения. Единственное, что отчётливо поменялось в законном пейзаже, это количество поселений вдоль дороги. Мурманка объединила когда-то все крупнейшие карельские города, до той поры жившие довольно обособленной жизнью. И чем дальше на запад, тем чаще нам встречаются местные поселения с любопытной деревянной архитектурой и национальным колоритом, который усиливается по мере приближения к финской границе. Мне всегда казалось, что города в Карелии обделены вниманием. Ну, сколько народу сплавляется здесь на байдарках, ходит в лес. И обычно города карельские – это то, что как-то пролётом, проездом проскакивают люди. Ну, вокзал, лодка или что-то там. Лес, грибы, ягоды, охота, рыбалка. Всё это понятно. Но ведь как интересно проникнуть в сущность таких разных карельских городов. Все они строились в разное время, разными нациями, разными государствами, разными завоевателями. Вот мы начнём с Медвежьегорска. Это такая более русская часть Карелии, более северная, более традиционно близкая к России. – Какого судака будем брать? – Вот такого судака и налима надо взять. – Ну, вот этого судака, да? – Подождите, сейчас, 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 сейчас. – А не этого? А какой? – Дай мне, у тебя цветная плёнка? – Цветная, цветная. – Дай мне. Вот старые вокзалы – это одно из самых замечательных обстоятельств путешествия по железной дороге. Каждый раз я с замиранием сердца приближаюсь на поезде вот к такой станции, как, например, Медвежья гора. Мурманка – дорога, построенная в годы Первой мировой войны. Мало здесь осталось таких станций. Видели мы Кандалакшу и вот второй старый вокзал деревянный, построенный в стиле русского деревянного модерна, шедевр деревянного зодчества, хотя дорога строилась в 15-16 году, но традиция русского модерна начала века была ещё очень сильна, и как-то архитекторы любили вот эти деревянные терема, украшенные на манер русских народных сказок, и они радуют глаз и сердце до сих пор. Наш поезд приближается к западной части Карелии. Пейзаж за окном всё больше становится похож на среднюю полосу России. Испарения гигантских озёр смягчают климат, и природа становится щедрее на траву и цветы. Историческая Мурманка заканчивается в Петрозаводске, где мы меняем локомотив, пополняем запасы и сворачиваем на интереснейшие железнодорожные ветки в приграничной зоне нашего северо-запада. Бары из строевой карельской сосны, которые сопровождают нас на протяжении всей железнодорожной поездки, хранят в себе немало удивительных видов и кадров. Все эти природные чудеса когда-то были сотворены человеком. Но со временем они настолько слились с окружающей средой, что даже живописные развалины кажутся частью пейзажа, как и гранитные скалы вокруг. Знаменитый мраморный карьер Рускеала выглядит словно горное озеро в бездонном тектоническом разломе. Но и этот удивительный водоем – дело рук человека. Здешний мрамор ценился в столице не меньше Карарского и шел на отделку самых значимых зданий вроде знаменитого Исаакиевского собора. Это тот самый случай, когда действительно не хочется работать. Бывают моменты в профессии, в жизни профессионального фотографа, когда хочется отложить камеру в сторону, сесть на мраморный камешек, посидеть и спокойно дать свету уйти за горизонт. Дорога, по которой мы сейчас движемся, пролегла через весь Карельский перешей, самую западную часть республики. В конце 19 века она объединила берег Ладожского озера с Финским заливом. Итак, мы добрались до Сартовала, города в Западной Карелии, знаменитого удивительной сохранностью архитектурных памятников разных эпох и стилей. Вот здесь, на этом пятачке, мы вдруг оказались в заповеднике конструктивизма. Городская архитектура явно испытала влияние всех культур, которые когда-либо здесь доминировали. В эпоху Российской империи он обзавелся зданиями в стиле северного русского классицизма. А в недолгий период финского правления здесь творили конструктивисты. Но в любую историческую пору здесь обязательно строили из дерева, которое подчас оказывалось долговечнее каменных построек. Ах, бесконечно можно снимать фрагменты таких замечательных зданий. Это бывшая городская ратуша Сартовала. 150 лет стоит этот дом, и не будучи суеверными, давайте постучим по дереву три раза, чтобы он и стоял дальше. Теперь это городская библиотека. Вот удивительные параллели или перекрестия, которые возникают в нашем проекте. Потому что при взгляде на этот дом вспоминается и сибирский Томск с его деревянной архитектурой, и Иркутск, и Кострома. Старинная деревянная ратуша один из последних сохранившихся раритетов эпохи генеральной застройки Сартовала в середине 19 века. Так город и развивался, строго по намеченным архитекторами линиям. От исторического центра дорога плавно спускается к великому озеру, по которому мы отправимся в еще одно интереснейшее водное путешествие. Для большинства туристов и паломников здесь начинается дорога на Валаам. Вот остров Валаам, святыня русской православной церкви. Его имя происходит от имени языческого бога Велеса или Волоса. И прежде на этом острове существовали капища, места ритуалов язычников. Меняются религии, но место силы остается. Она остается здесь с нами, у нас под ногами. В первые же минуты на Валааме забываешь, что Ладога – это озеро. Валаам кажется морским островом. Его суровые скалистые берега вздымаются из вод, до сих пор небезопасных до мореплавания. И спустя три века, после великих географических открытий, после открытия Америки и прочих дальних стран, наши с вами предки не очень хорошо знали, как плавать по Ладоге и куда приведет их эта навигация. В центральной части острова достаточно людно из-за паломников, стремящихся к знаменитой православной святыне. А на окраинах острова сохранились головокружительной красоты места, словно задуманные природой для монашеского уединения. В последние годы с утратой Прибалтики Выборг называют единственным в России местом с европейской застройкой. Дата его основания принято считать 1293 год, когда на месте будущего города возник рыцарский замок, нынешний его символ. Настоящая средневековая европейская военная крепость. Других нет. И, наверное, поэтому она вызывает такой безумный ажиотаж. Сегодня проходит рыцарский турнир. Один из серии знаменитых рыцарских турниров. Здесь живет своя тусовка. Потрясающий контраст. Только вчера мы пробирались по дремучим лесам Западной Карелии, где теряешься среди сосновых боров и озер. И вот мы в Выборге. Мощеные улицы старинного города. По ним ходят рыцари и просто воины в амуниции и одеждах эпохи воинственного средневековья. Старого закалу такой человек надо сказать, что костюмы вот вблизи на крупном плане удивительно искусно сделаны. И надо быть настоящими фанатами для того, чтобы заниматься этим так последовательно. Прямо на берегах Балтики разбиты удивительные натурные парки, которые за сотни лет тщательного ухода слились с прибрежными ландшафтами. Парк Мон-Репо наверное самый загадочный парк в мире. Его создатели и владельцы семья баронов Николаи задумывали его как замкнутый мир, как вселенную, как книгу, в которой посетитель листает парковые виды как страницы, погружаясь в повествования, которые ему предложили создатели. Здесь все наполнено меланхолией. Это такой балтийский сплин, доведенный до совершенства. Здесь все наполнено мистикой, природной, рукотворной. Имя парка переводится с французского как «Мой покой». Даже во время короткой прогулки здесь появляется ощущение, что он вис состоит из площадок для созерцания и внутреннего успокоения. И куда не обратишь взор, всюду видишь удивительные картинки северной природы, за которыми уже невозможно угадать руку создавшего их человека. Вот здесь, на берегу Финского залива, заканчивается наше путешествие на северо-запад. Оно оказалось для нас малопредсказуемым. Это было настоящее хождение за три моря Баренцево, Белое и Балтийское. И два великих озера Онежское и Ладожское. Нас очень основательно потрепало в штормах. Нам пришлось стать такими моряками, железнодорожниками. Это была самая водная из всех экспедиций в рамках фотопроекта России за окна поезда. Иного в этих землях трудно было и ожидать. Это великий край воды и камней. Железные дороги здесь не только стали чудом инженерного искусства, но и почти идеально вписались в окружающие ландшафты. Путь от Кеми до Выборга, который мы прошли с нашим генеральным партнером ОАО РЖД, едва ли входит в туристические железнодорожные атласы. Но путешествие по нему раскрывает одни из самых удивительных видов, которые нам приходилось снимать в долгой истории наших путешествий. КОНЕЦ КОНЕЦ